Приветствую вас, уважаемые телезрители! В начале уходящей недели мы вошли в Петров пост. Наступило удивительное летнее время многодневного поста, установленного в честь памяти двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. Его продолжительность каждый год разная. Она зависит от даты празднования Пасхи. И эта продолжительность может колебаться от 8 до 42 дней. Петров пост в нынешнем году начался 15 июня и завершится, как всегда, 11 июля. На ум приходят удивительные слова святителя Тихона Задонского. Допостится ум Твой от суетных помышлений. Допостится память от злопамятства. Допостится воля Твоя от злого хотения. Допостится уши Твои от скверных песен и шептаний клеветнических. Допостится язык Твой от клеветы, осуждений, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Допостятся руки Твои от биения и хищения чужого добра. Допостятся ноги Твои от хождения на злое дело. И еще он упоминает псалмопевца Давида. Допостятся очи Твои от худого видения. Отврати очи Твои, чтобы не видеть суеты. И завершает словами апостола Петра. «Уклоняйся от зла и делай добро». А святой праведный Иоанн Кронштадтский некогда написал удивительные слова. «Материю, покупаемую для платья, надрывают, чтобы видеть, прочна ли она. Муку, плоды, овощи, вино, масло пробуют. Свежи ли они и не смешаны ли с чем посторонним. Дерево иногда надламывают, чтобы видеть, не гнило ли оно. И вообще почти все все так или иначе испытывают, чтобы не обмануться в доброте покупаемой вещи. Ибо есть много вещей недоброкачественных, фальшивых. Есть много купцов, которые отдают худой товар за хороший. Фальшивую монету за хорошую, истинную монету. Поддельное серебро за настоящее. Так и человек бывает фальшив, притворен, а того часто и сам не знает. И вот посредством искушений надо его много и различно испытывать. Сколько в нем истинного богатства, душевного и сколько ложного. Сколько в нем чистого серебра и золота, сколько примесей, простой земли и грязи, ржавчины. Ибо Господу нужно чистое серебро и золото, чистый образ Божий, чистая душа, чистое сердце. Вот смысл жизни собственной, жизни церковной, жизни людской в том, чтобы люди любили друг друга. Но для этого надо сначала свое сердце подарить Богу. Потому что в своем собственном человеческом сердце сил на то, чтобы любить тех, которые тебя оскорбляют, тех, которые тебе чужды, тех, от которых у тебя чувство отвращения, никогда не найти. Но если твое сердце подарить Богу, если твое сердце открыть Ему так, чтобы в нем жила Божия любовь, тогда можно принимать друг друга, принимать ближнего своего, и фарисея, и мытаря. А это уже замечательные слова митрополита Антония Сурожского. Воистину, кто освещает путь другим, сам не останется без света. не все в нашей жизни надо оценивать, что-то надо просто ценить. А самое главное – это ценить время. Особенно время постное, время покаянное. Ведь время – оно без сердца. Ему не жалко, что ты не успел сказать важное, подарить цветы, построить дом, посадить дерево. Время шепчет. Все в нашей жизни временно. А потому давайте жить неторопливо. Кофейный утро-аромат поведает нам чуть лениво, что без мечты мир пустоват. Смеясь над воробьем крикливым, поймем, как ссоры все пусты, что стоит жить неторопливо и в день шагнем без суеты. День жмет на газ неторопливо по серпантину лет кружа. Давайте жить неторопливо. К финальной точке не спеша. Пускай другие горделиво амбиции взращивают сад. Давайте жить неторопливо, любовь не превращая в ад. Средь глупых языков болтливых, иллюзий, клятв, ненужных встреч. Давайте жить неторопливо, чтобы тепло души сберечь. Луна купается в заливе и шепчет о любви волна. Давайте жить неторопливо. Жизнь поторопит нас сама. Не помню автора этих строк, но хорошо помню слова преподобного Силуана Афонского, которыми завершаю сегодняшнюю встречу. «Господь любит человека, и хотя создал его из праха, но украсил его Духом Святым». Духом Святым познается Господь, и Духом Святым любится Господь. А без Духа Святого человек грешная земля. Да не будет этого с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok